Единол для курортов. У молодой птицы часто появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Они возникают из-за проникновения в организм патологической микрофлоры, неправильного питания или условий содержания. При этом многие из внутриклеточных паразитов, например, гистомонады и кокцидии, часто приводят к гибели цыплят, утят и индушат. Для подавления патологической микрофлоры в организме и конкретно в желудочно-кишечном тракте и печени молодого поголовья домашней. Птицы используют единол, имеющий другое название – синий йод. Единол для кур применяется при заболевании кожного покрова, так как содержит в своем составе обычный йод, отличающийся антисептическим действием. Также его применяют для подавления множества микроорганизмов, наносящих вред животному. Синий йод для кур хорошо усваивается при попадании в желудочно-кишечный трактор или при нанесении на кожу или слизистой оболочки клюва. Это средство зарекомендовало себя как недорогое и качественное, имеющий высокую эффективность и несложное в применении лекарства, которое можно приготовить в домашних условиях для избавления курочек от внутриклеточных паразитов и многих других заболеваний. Фармакологическое действие в состав применения Единол для кур Единол представляет собой жидкость темно-синего оттенка, за что, собственно, и полученное именование «синий йод». Он безопасен для животных, так как не содержит роксинов. Также в него не добавляют антибактериальные вещества, гормональные добавки, после которых потребуется кормление птиц с пробиотиками или витаминами для восстановления. Производитель выпускает его в форме небольших бутылочек или пластиковых канистр. На характерной упаковке лицензированного ветеринарного препарата должна содержаться следующая информация – юридические адресы наименования производителя с заверенным товарным знаком. Наименование препарата и полный состав входящих в него веществ. Номер серии, дата производства, срок годности. Пометки «Стерильно» и препарат предназначен для ветеринарного применения. На заметку, нераспакованный Единол вне вскрытой упаковки в надлежащих условиях температура не ниже нуля и не выше 30 градусов можно хранить до 3 лет. Его начали применять в 60-х годах XX века. Он зарекомендовал себя как средство от множества болезней. У людей с помощью Единола лечили ангины, бронхиты, обрабатывали и дезинфицировали раны, использовали при воспалении конъюнктивы. В проблемах с печенью или кишечником, таких как метеоризм или диарея, в его состав входят очищенная дистиллированная вода, многосоставной виниловый спирт, кристаллический йод и йодит калия. Жидкость имеет запах в йода, при механическом воздействии на емкость появляется бурная пена. Если смешать вещество с водой или физиологическим раствором, образуется синеватая субстанция. При попадании в щелочную среду распадается на составляющие части. При смешивании с водой жидкость становится синей. Главным действующим веществом йоденола для цыплят-бройлеров является кристаллический йод, имеющий противобактериальное воздействие. Он гипоаллергенный, не вызывает раздражения слизистых оболочек полости рта и гортани у домашней птицы. При применении синего йода для цыплята ухудшение состояния здоровья не регистрировалось даже у очень больных животных. К главным достоинствам йоденола относят безопасность как для хозяина, так и для животных. Это обеспечивается отсутствием токсичных, гормональных и антибактериальных веществ. Синий йод можно применять при большом количестве заболеваний от очищения и обеззараживания мелких ранок и садину курочек до употребления вовнутрь. Для домашней птицы йоденола назначают внутренне при наличии внутриклеточных паразитов, кокциде или других инфекционных заболеваниях. После применения не потребуется проводить курс реабилитации и качество продукции не снижается. Так у бройлеров не ухудшается качество мяса, а у несушек количество яиц. Вещество не откладывается в клетках и тканях больного животного, благодаря чему можно питаться яйцами еще во время лечения несушек. После нанесения на кожу или слизистой оболочки раствор со временем распадается, освобождая кристаллический йод, проникающий вглубь. Клеток, который помогает справиться с воспалениями. Поливиниловый спирт, входящий в состав, уменьшает скорость всасывания кристаллизованного йода внутрь тела. Из-за этого раздражения кожного покрова и слизистых оболочек происходит значительно слабее. Воздействует как на грамм положительную, так и на грамм отрицательную микрофлору и не вызывает у них резистентность. Это значит, что препарат будет эффективным на протяжении всего лечения. Меры предосторожности при работе с препаратом При работе с ядинолом стоит придерживаться следующих предосторожностей при попадании. Средство на слизистые оболочки человека или домашних животных может привести к осложнениям. При этом может возникнуть раздражение. Если ядинол попал в глаза, стоит промыть их чистой водой и обратиться к врачу. При работе с препаратом воспрещается употреблять еду, курить, принимать алкогольные напитки или пить воду, общаться по телефону. Это может привести к попаданию концентрированного ядинола на слизистые оболочки ротовой полости и ожогом. После завершения применения потребуется как можно тщательнее помыть руки с мылом. После вскрытия запрещено хранить его больше 2-3 суток. Поэтому от неиспользованного раствора необходимо будет избавиться. Использовать совместно с другими противовоспалительными веществами категорически запрещается. В домашних условиях требуется хранить лекарственное средство при температуре от плюс 3 до плюс 30 градусов вдали от детей и животных. При слишком высокой температуре больше 40 градусов быстро распадается, поэтому его запрещено хранить в таких условиях. Ядинол с истекшим сроком годности подлежит утилизации по всем государственным нормам уничтожения фармакологических веществ. Если ядинола попал руки, стоит промыть их чистой водой рецепты самостоятельного приготовления ядинола. При покупке ядинола для цыплят рекомендуется приобретать товар с пометкой «для ветеринарного применения». Если такого нет в наличии, можно приготовить его самостоятельно. Существует два способа приготовления. Первый способ был изобретен советским ученым в. Отец Махначима является более популярным. Потребуется 50 мл воды комнатной температуры, засыпать в нее около 10 г крахмала. Вещество потребуется перемешать до полной однородности массы, далее добавить чайную ложку сахара и щепотку лимонной кислоты. Перемешивать до однородности субстанции. После этого ее необходимо прокипятить на небольшом огне, долить туда 150 мл воды. Готовое вещество будет очень похожим на кисель. Охладить, а после залить туда чайную ложку йода, предварительно купленного в аптеке. После тщательного перемешивания вещество посинеет. В данной рецепторе сахароза и лимонная кислота требуются для увеличения срока хранения лекарства. Эти два вещества обладают свойствами консервантов, что обеспечит до полугода хранение без потери свойств. Но только без попадания кислорода в открытой таре произойдет реакция окисления и вещество потеряет свои фармакологические свойства. При приготовлении по второй методике потребуется емкость объемом в четверть литра. В нее наливают 50 мл чистой воды комнатной температуры. Дальше необходимо насыпать туда 10 г картофельного крахмала и ложку йодидокалия. Далее постепенно залить 200 мл горячей воды помешивая. Срок хранения йодинола приготовленного по такой методике не больше трех недель. Хранить в прохладном месте или холодильнике. Самостоятельное приготовление йодинола инструкция по применению йодинола для курортов. Препарат используется для лечения дерматитов, очищения ранок и садину цыпленка при проведении комплексного лечения инфекционных. Заболевание для их профилактики как общеукрепляющий препарат при лечении болезней респираторных трактов, особенно ларинготрофеитов. Важно при инфекционном ларинготрофеит и у несушек резко снижается продуктивность. Отодвинется период начала кладки яиц, значительно снижается вес птицы, что плохо сказывается при откорме молодых бройлеров. Возбудитель может продолжать обитать в организме и переболевшие птицы, что приведет к хроническому течению заболевания всех обитателей курятника. При применении йодинола предполагаемая доза лекарства зависит от двух факторов – возраста птицы и того, какой болезнью она заразилась. При лечении заболеваний наружного кожного покрова, возникших из-за вредоносных микроорганизмов, для обеззараживания и заживления механических повреждений йодинола для цыплят применяется в неразбавленном виде. Его наносят на ватный тампон или турунт и тщательно обрабатывают поврежденные участки кожи домашней птицы. При кокцидиозе йодинола для цыплят бройлеров применяется внутренне в таких жаропорциях, как и при пуларозе. Мясным видом его применяют внутренне. При этом стоит следовать инструкции, молодняку возрастом до месяца дают полмиллиграмма йодинола трижды в сутки, взрослым и бройлерам по одному миллиграмму. Йодинол можно применять для профилактики и повышения общего иммунитета птицы. Для этого дают от третий до полграмма препарата один раз в день на протяжении двух недель. Йодинол для бройлеров используется в увеличенных количествах. После курса приема проходит неделя перерыва и дальше можно повторить его. Это особенно применимо при осенне-зимних эпидемиях, связанных с авитаминозом. Йодинол для бройлеров дозировка с водой не отличается от пропорции взрослых птиц. Если у птиц пулароз им тоже пропишут йодинол, как давать курам лекарства, стоит уточнить у врача. Обычно в таком случае лечение проводится разведенным в воде препаратом в рапорциях час-пять минут. Цыплятам дается по нулю, 5 мл препарата три раза в день. Взрослым курам и бройлером 1 мл. С той же частотой, продолжать лечение требуется до 10 дней. После повторного появления возбудителя заболевания примерно через неделю потребуется повторить курс лечения. Для курни сушек йод добавляется в воду. Важно, если птица умерла от пулароза, поврежденные микроорганизмом органы выбрасываются, желательно их сжечь. Тушки можно отправить на консервирование или провести термическую обработку и употребить пищу. Если грудная мускулатура претерпела изменения, там имеется кровоизлияние или перитонитые тушку необходимо сжечь, чтобы не допустить заболевания диких птиц. Советы Для дезинфекции курятника можно применять средства в виде шашек. Шашки содержат йод в кристаллизованной форме и дополнительные вещества. Они производятся в виде таблеток или порошка. При очистке курятника целесообразно применять данное средство для удаления вредоносных организмов из-под силок. Пары йода могут проникать глубоко в трещины пола и насестов и глубоко их очищать. Дезинфекция курятника опытные птицеводы рекомендуют применять ядерованную шашку в следующих ситуациях, если срочно потребовалось. Провести очищение помещений от инфекций для профилактики инфекционных заболеваний. Если необходимо избавиться от заболеваний респираторных путей домашней оптицы, ларингитов, бронхитов и пневмонии, приводящих к снижению продуктивности и темпов роста, кроме применения медикаментозных препаратов, возможно использовать яденол в виде шашек. Для помещения площадью в 0,5 квадратных километров потребуется около 6 таблеток или 50 граммов порошка. При зажигании начнут выделяться пары йода, отличающиеся дезинфицирующей способностью. Опытные заводчики рекомендуют яденол как универсальное недорогое средство, с покупкой которого обычно не возникает проблем, кроме всего прочего от яденола бактерий вирусов не появляется резистентность, благодаря чему можно использовать его неограниченное количество раз.